Всем привет, друзья! С вами Гемелькар Барка. Продолжаем играть в Майдан Total War 2 серия. Итак, предыдущая серия была просто мощнейшая. У нас захватили Одессу, Николаев, Херсон и Днепропетровск. К нам на границы вышли молдаваны с румынами. Наконец-таки мы видим евромайдановцев. Антимайдан захватил Запорожье, захватил еще какие-то города. Это у нас Донецк, да, тоже под их контролем. В общем, дела у нас здесь продвигаются. Масштабных сражений не было, потому что никто нам серьезного сопротивления не оказывал. Бои 6000 на 300, я не думаю, что имеет какой-то смысл проводить. Поэтому поначалу мы просто-просто громили всех и вся. Сейчас будем постепенно захватывать еще несколько городов. Я планирую Кировоград, например. Тот же самый возьмем. И уже, я думаю, дальше будет потяжелее, потому что все-таки орды Евромайдана надвигаются. Давайте пока закончим ход, посмотрим, что здесь у нас будет происходить. Да, на нас нападают румыны. Что тут? У них два отряда войск. Европейское подразделение специального назначения и западная полиция. Давайте попробуем сразиться. Что, у нас здесь получают пять отрядов против двух, но у них элитные войска, а у нас всего лишь на все мирный нитингующий. Поехали, посмотрим, как это выглядит. Итак, начинаем размещение. Здесь зима, зима. Так, вот они эти наши, не наши, а румынские полицейские. У них автоматы. У этих пистолеты. Наступать они будут с этого направления, но мы устроим им засаду. Я не думаю, что есть какой-то смысл принимать бой в открытом поле. Нужно будет как-то нейтрализовать их стрелковое оружие. Я могу занять оборону в городе? Да, могу. Так. Теперь смотрим на пути, по которым они могут наступать на нас. Ага, вот отсюда они могут пытаться зайти. Отлично. И второй вариант они могут попробовать зайти отсюда, да? Замечательно. Так. Возьмем два отряда. Один поставим. Что-то лагает на самом деле. Просто жутко как-то. Так. Один отряд ставлю сюда. Он примет в лоб. Второй отряд должен будет зайти в тыл. К полицейским, когда они начнут отсюда наступать. Надеюсь, что успеют парни. Так. И вот здесь тоже нужно будет устроить засаду. Один отряд здесь будет стоять. Второй отряд будет стоять. Так. Что такое? Вот здесь, но я его дальше переправлю туда. Ну и один резервный отряд на городской площади. Стартуем. Так. Ну и в каком направлении двинутся ребята? Так. Полицейские пошли. Спецназовцы стоят пока. Надо угадать направление. Ждя по всему, они идут в направлении, да. Ну, здесь спецназовцы стоят. Милиционеры идут вперед. Так. Здесь засада наша готова. Не спешат пока румынские полицейские. Но ничего страшного. Спецназ вообще стоит, не двигается. Я, если честно, до этого вообще ни разу боев не проводил здесь. В этом моде. Так что, надеюсь, удастся победить. Серьезно настроенные ребята со скволами. Так, вот тут у наших пацанов есть возможность Спешл Абилити. Типа, это как у друидов, да. В классическом Дотал Лори они поют песню и боевой дух у них поднимается. Так, да. Давайте подтянем сюда еще резервов. Здесь чуть-чуть отойдем. Опа, опа, опа. Эти тоже начали двигаться. Ну, разрыв существенный. Я думаю, успеем разгромить по частям их. Так, сбились трое. Этих начинаем выдвигать сюда. Ставим на обычную скорость. Приказываем начать атаку. Ага. Заходит. Давай, давай, пацаны, речи, речи, речи. Так, здесь начинаем петь песенку. Здесь тоже начинаем петь песенку. Начинаем выдвигаться вперед. Воу-воу-воу, спецназ подтянулся. Спецназ подтянулся. Так, а ну-ка. А ну-ка, давай-ка. Атакуем полицию. И заходим во фланг полицейский. Воу, здесь отступаем. Здесь бьем в тыл по полиции. Ну-ка, что здесь будет происходить? Врываемся в толпу румынской полиции. И здесь в тыл заходим. Гасят парни плакатами. В окружение попадают милиционеры и пугаются, что ли? Что-то румынские полицейские как-то не особо, не особо. М-да. Добиваем один отряд. Так, нашего генералиссимуса отправляем на площадь, пускай пусуются там. Так, здесь митингующий убегает от спецназа. Убегаем от спецназа. Алло, алло, алло. Беги, 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 беги. Да, парни убегают. Замечательно. Так, ставим давайте на максимальную скорость. Давайте добьем отряды вот эти вот на нас напавшие. Вот они начали стрелять, что ли. Какие-то сумасшедшие потери у нас пошли. Это из-за того, что я поставил, наверное, на ускоренный этот. Твою мать, мы сбили свой строй и здесь наших поймали. Пацанов, да убегайте, я же сказал. Твою мать, а. Да, все, плакатом по лицу и все, и убегают. Так, а там наши эти. Да убегай, мать твою. Давайте поставим на ускоренный. Догнать не удастся, типа всему. Ну ладно. Так, нужно что-то перехватывать этих товарищей. Они меня бесят на самом деле. Очень быстрые какие-то. Надо делать маневр и уходить в сторону площади. Беги, 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 Форест, беги. Так, здесь два отряда сюда. Один на площадь. Так, здесь уходим. Так. Румыния и Европолразделение спецназа. Должны мы сейчас их окружать будем. Бьем по ним. Нас обстреливают? Твою. Это кто? Все, атакуем. Спецназ, загнали его в ловушку. И бьем плакатом просто по чердаку. Ставим обычную скорость. Давай, давай, ребята. Эти наши долго не продержатся. Они и так покоцаны. Помогаем, генерал. Давай, ближе к эпицентру боя. Держатся, парни. Держатся, держатся. Ножом. Но, ух ты, них ты и на себя жестокие. Жестокие спецназовцы. Давай, плакатом по чердаку ему. Бьем сюда, сюда, сюда. Наши парни тоже подустали. Но вот они под крепление подходят. Свежие войска. Бегим, бегим, бегим. Давай. Что такое? Это кто такой? Это, походу, какой-то лидер их не. Ну, вот она. Врывается. Врываются в бой наши подкрепления. Спецназовцы стойко сражаются. Молодцы, молодцы. Это уже интересней. Но я думаю, что мы сейчас их зажмем плотненько. И все будет кончено. Достаточно тяжело, на самом деле. Два отряда такой элитной полиции. Вернее, сказать, один от этой элитной полиции. Один, я так понимаю, обычный. И они так упорно сражаются против нас. Один отряд нам почти разгромили полностью. Так, давайте петь. Поднимать боевой дух. И здесь, здесь уже поют нормально. Ну, давай, ребята, давай. Крым, Крым, Крым. Давай, Крым. Гасимся. Ну, а вот такие румынские суровые спецназы. Посмотрите, сколько наших положили. Ни хрена себе, они крутые. Неужели проиграем, ребят? Тут такая толпа наших. Мы их зажали со всех сторон. Отсюда надо протащить один отряд, по возможности. Так, вот это подразделение сейчас начнет паниковать. Его нужно вывести из боя. И это нужно вывести из боя. О-о-о-о-о. Ничего себе спецназ дает. Просто горы трупов. Ни хрена себе. Сыговые ребята какие. мне нужно как-то разбить их строй они держат строй смотри невозможно просочиться я хотел вывести еще один отрядом в тыл о-о-о пробега пробиваются парни но большие потери давай делитесь 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 а я я они почти не умирают твою мать ну блин у них было 120 сейчас пока 98 а мы потеряли очень много народу несмотря на то что деремся где деремся против них они в окружении как и не надо отключать или по всему и просто чтобы они атаковали все стойкие какие мерзавцы смотрите не пугаются в окружении это посадки то спартанцы румынские окружили они нас зашли в тыл как-то но это просто 96 они все бронированы так давай сюда иди я пошутил атакуете 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 Еще один от этого испугался. Что за она? Блин, да какие-то монстры, я не знаю, если у подразделения, у кого-нибудь будут два таких отряда, то что тогда делать? Это же невозможно будет их победить. Здесь один отряд, пять наших разгромил в ближнем бою рукопашном. При этом сам потерял 30 человек. Вот этот тип меня бесит, с мечом которым и щитом. Так, 91 человек здесь остался. Печально на самом деле. Деремся мы на обычной скорости, на авторасчете. 89 человек. Ой, елки-палки, елки. Еще один отряд испугался и бежал. Что-то меня румынская полиция, как-то знаете. Не внушает оптимизма на самом деле. Не внушает. 88 человек у нас там осталось. Это наш, да, нашего завалили, генами, и все, все посыпалось. Ой, да. 97% потеряли, 61% они потеряли. Да, румыны, блин, суровые румыны. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем, обязательно. Массой закидать не получается. Нам нужны какие-то, наверное, элитные подразделения. Я не знаю, есть у нас такие или нету. Будем посмотреть. Да. 40 человек они потеряли за время боя. Треть своей численности и перебили почти всю нашу армию. Капитан Сарин, ну ладно, я тебя запомнил, мразь. Заканчиваем. Так, Одессу захватили. Румыны, румыны. Так что нам наш поход в сторону... В сторону... Это у нас Кировограда придется отменять. Атакуем немедленно Одессу. Осаждаем ее. У нас есть флот. Замечательно. Так, дипломата нашего нам надо отправить... К Молдаванам. И заключить с Молдаванами договора. Войска теперь вот здесь мы объединяемся. Так. И выдвигаемся вот этой второй армии в сторону Кировограда. Дадим сюда генерала Александра. Прекрасно. И один отряд в качестве подкреплений туда. Из Херсона еще два отряда переправляем в Николаев. И массированный на им войск. Да, румыны меня огорчили очень сильно. Молодцы. Не ожидал я от них такого сопротивления. Это круто. Но... Слишком изичная была первая серия. Возможно, этот хардкор... Он прибавит... Прибавит более интереса к этой игре. К этой кампании, вернее сказать. Потому что, если бы было все-таки лично, это было бы неинтересно, я думаю. Объявлена война. Россия, Литва. О, Литва. Приплыли. Да, в ее, как говорится. Херсон. Рынки. Везде все строится. Одесса. Поселение захвачено. Нужно заключить договор с молдаванами. Обязательно. Наших убийц надо отправлять в сторону Румынии. Обязательно. Здесь стоим, наблюдаем. Так. Диверсанты отправляем в сторону Евромайдановцев. И ищем Киев. Так. Здесь все понятно. Так. Здесь все понятно. Флотиля готова. Ну ладно, друзья мои. Давайте закончим пока что ход. Посмотрим, что будет происходить. Так, морское сражение. Ну, авторасчет. Проиграли. Что-то румыны какие-то лютые звери. Блин. Очень. Очень хардкорные перцы. Отправляем корабли в порт Севастополя. О, что, Польша начала с Россией войны. Ничего себе. Ничего себе. Давайте таверну построим. Так, что там говорит авторасчет. 40 к 7. Давайте вернем себе Одессу. Вернули Одессу. Занимаем просто поселение. Да. Покарали мы румын, которые слишком многое на себя взяли. Но они нас потрепали тоже нехило. 6 наших отрядов истребили. Целых 6 отрядов. Ну, ладно. Самое главное, что Одесса снова наша. Это самое главное. Вернули себе все, что было наше. Все, что потеряли. И я думаю, что пока можно заканчивать нам очередную нашу серию. Всем спасибо за внимание, друзья мои. С вами был Гамилькар Барки. Это была вторая серия Майдан. Total War. Лайк, подписка. Увидимся.